Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Рифат Шихудинов посетил Генаульский район с рабочим визитом 3 декабря. Первым на пути следования стал Янаульский цех «Общество с ограниченной ответственностью Авангард Нефтесервис». Основной специализацией предприятия является производство пружинных центраторов, башмаков-колонных и мув с обратными клапанами, а также пакерного оборудования для цементирования скважин. Генеральный директор предприятия Сухраб Хадиев ознакомил гостей с основными этапами производства. За два с половиной года работы Янаульского цеха удалось значительно нарастить масштабы производства и объемы изготовляемой продукции. По началу здесь работали всего шесть человек. Они занимались плазменной резкой металла. Сейчас здесь трудится более семидесяти. По словам Сухраба Хадиева, конкуренция на рынке сверхвысокая. Тем не менее, «Авангард Нефтесервис» уверенно держит марку и работает с гигантами нефтяной промышленности. В планах в разы увеличить объемы выпускаемой продукции, расширить ассортимент. Не исключено, что вскоре они займутся и переработкой пластика, что сегодня весьма востребовано и актуально. Рефат Шейхуддинов озвучил возможные варианты государственной поддержки для дальнейшего развития и расширения производства. Заглянули делегаты и в новый микрорайон «Италмаз». Они оценили масштабы и перспективы новой комплексной застройки. Детский сад, по словам депутата Государственной Думы, может стать хорошим магнитом для привлечения в село молодых специалистов и решения демографической проблемы в сельской местности. Третьим пунктом маршрута стал клуб «Села Прогресс». Здание 1979 года постройки, площадью около 1000 квадратных метров, требует немалых вложений. В этом году здесь заменили протекающую крышу, однако решить самостоятельно проблему нехватки тепла сельчане пока не могут. Необходимо заменить систему отопления. По программе поддержки местных инициатив жители «Прогресса» уже в следующем году запланировали заменить в клубе старые деревянные окна на пластиковые. Следующей и завершающей точкой маршрута стал тепличный комбинат «Янаульский». С его работой ознакомил директор комбината Ильдар Маликов. Основная проблема предприятия – это запуск в производство трех гектаров площадей, отведенных под теплицы. Еще три гектара активно используются и приносят хороший результат. Для освоения недостающих площадей требуется поддержка инвесторов. Рефат Шихудинов и этот вопрос взял под свой личный контроль. Давно не был в «Янауле», месяца четыре, наверное, уже пять. Поэтому, соответственно, основная задача в том, чтобы понять тот комплекс проблем, который накопился, помочь в решении в части ППМИ и в части финансирования тех проектов, на которые, соответственно, у нас есть фонд депутатов. Вот, посмотрели и клуб в прогрессе, и то финансирование, которое по комплексной застройке идет. Вот. И вторая задача – это поддержка малого и среднего предпринимательства. Я возглавляю, собственно, рабочую группу Госдумы межфракционную по импортозамещению и по участию бизнеса в импортозамещении. Вот, собственно, сейчас смотрим возможности расширения этих предприятий и нефтесервис, соответственно, и теплицу в части решения привлечения дополнительных финансирований, дополнительных рынков сбыта и привлечения сюда, вот в теплицу. Очень важно инвестора найти, который бы, собственно, развивал это прекрасное предприятие. Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране – более 2 млн 376 тыс. жителей. В Башкортостане их число 14 тыс. 689 человек. В России тем временем побит очередной антирекорд – 28 тыс. 145 инфицированных за сутки. В регионе тем временем выявили 141 новый случай заражения. О ситуации с COVID-19 в нашем районе рассказала врач-эпидемиолог Гульчачак Нурулина. Вперед с 27 ноября по 3 декабря в Янаульском районе зарегистрировано 85 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них 5 пациентов госпитализированы в инфекционное отделение на Ульской ЦРБ, 6 пациентов переведены в госпиталь города Нефтекамска и 5 пациентов госпитализированы в медицинские учреждения города Уфы. Остальным гражданам оказывается медицинская помощь на дому. Во исполнении федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, согласно предписанию территориального отдела Роспотребнадзора, обеспечивается медицинское наблюдение 153 контактных лиц. Все подразделения на Ульской ЦРБ работают в режиме повышенная готовность. Ежедневно в амбулаторно-поликлинических подразделениях и на дому проводится забор мазков на ковид. За весь период с марта этого года более 14 тысяч человек прошли лабораторное обследование на ковид. Еще раз рекомендуем населению района соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции. Напоминаем, что через 2-3 часа постоянного использования маску надо менять. Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики. Избегайте контактов с больными, часто мойте руки, дезинфицируйте предметы. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы! Ежегодно 3 декабря в мире отмечается День инвалидов. Он посвящен людям с физическими, сенсорными, интеллектуальными или психическими нарушениями. Главная цель этого дня – обратить внимание каждого человека на проблемы лиц, утративших трудоспособность, защиту их прав, свобод и достоинства, возможность их участия в общественной жизни. К сожалению, по данным статистики, в России каждый 11-й житель имеет ту или иную форму инвалидности. Это около 13 миллионов человек с врожденными или приобретенными в течение жизни болезнями и особенностями развития. Да, есть понятие физическое ограничение, но это не умаляет человеческого достоинства, таланта, желания быть востребованным в социальной, политической и экономической жизни. О том, какие меры социальной поддержки оказываются им, в том числе средства реабилитации, льготы, пособия, адресная помощь, мы очень часто отчитываемся в средствах массовой информации и на встречах с инвалидами. Выскажусь кратко. Администрация муниципального района всесторонне поддерживает общество инвалидов в реализации программы «Доступная среда». Приоритетные, часто посещаемые социальные объекты приводятся в соответствии с требуемым стандартом для маломобильных граждан. Многоквартирные дома и новые объекты вводятся в строй, как отвечающие потребностям и пожеланиям людей с ограниченными возможностями. Учитывая тот фактор, что трудоустройство таких людей – важный процесс социализации, только в 2020 году трудоустроили 23 человека, и этот вопрос никогда не снимается с повестки дня. Благодаря помощи и поддержке органов местного самоуправления, общества, люди с ограниченными возможностями здоровья могут вести полноценную жизнь, заниматься спортом, физической культурой, развивать свои творческие способности. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в нашей стране все массовые мероприятия были отменены. Однако работники культуры не остались в стороне и подготовили праздничный концерт. Уже сегодня его можно будет найти в социальных сетях на странице администрации района управления культуры и Янаульского телевидения. А также в нашем эфире сразу после программы «Музыкальная открытка» вас ждет концерт, посвященный Дню инвалидов. Согревая мир лучом тепла. Не пропустите! С 23 ноября в нашей республике стартовала оперативно-профилактическая операция ЕЛЬ-2020 для защиты хвойных молодняков от незаконных рубок и контроля за заготовкой, перевозкой и реализацией новогодних елок. Акция продлится до 31 декабря. В рамках этих мероприятий, профилактических мероприятий, мы проводим патрулированные рейды по выездам на лесные участки по территории Янаульского района. Совместно с гостехнодором, с сотрудником ВД предусмотрено ежедневное патрулирование по маршрутам, в том числе и ночные рейды. В целях выявления нарушителей, которые, как говорится, производят рубку молодняков, елок, сосны. Заготовку, как такую, на обеспечение нужд населения, допустим, Яновского района, работа производит ГАУ Яновский лесхоз, который уполномоченно заготавливает новые годы елки самостоятельно, своими силами, и также могут привлечь частных лес на основании договоров подряда, которые имеют право заготовить елки для дальнейшей перепродажи, допустим, на рынках, в торговых точках, на рынках города Яново. И так же, соответственно, перевозки новогодних елок также могут перевозить только при наличии соответствующих документов, выданных лесхозам или на основании договоров купли-продажи, накладных или документов о приобретении данных елок на транспорте, в случае перевозки на транспорте, а приобрести могут елка и тока, предусмотренные на сегодняшний день в двух точках города Яново. Это уже занимается лесхоза. Пока идет только заготовка. На сегодняшний день заготавливаем только по спросу. У нас цели нет, чтобы заготовить количество в каком-то количестве, чтобы потом оставалось. Запросы есть, но на основании запросов, соответственно, лесхоза заготовляют новогодние елки. Это процесс долгое время не занимает. Допустим, сегодня запросы организации или частные леса обратились, уже на следующий день могут поставить и вывезти на продажу. Чтобы лишние елки не привык, потому что выкидывают зря, будем выписывать, вырубать, допустим, лесные насаждения. Определенных для возраста древесей нет, потому что по запросу, допустим, организации, где организация ставит больше высотой елки, там уже лесхоз заготовили в тех местах, где это возможно вырубки. Допустим, питомники, специально выращиваем на питомниках, где выращиваем до такого возраста, что, допустим, по годам, допустим, трех лет, к пяти, там уже по росту дерева, по запросам. Конкретно, допустим, где не привыкнула трубка, мы там не проведем вырубки. Новогодняя елка, которая стоит в центре города, мы заранее ищем такие красивые елки, заготавливаем. Но это, опять же, не в тех участках, где защитные леса, где нельзя вырубкой запрещено, а именно в эксплуатационных лесах, где можем произвести вырубку. Елка, которая подходит по нашим требованиям, чтобы она глаз зарадовала, как говорится, людей, чтобы была она со всех сторон одинаковая, это очень сложно такие елки найти, потому что такие елки растут только в открытой местности в основном, чтобы со всех сторон у них были ветки, как говорится. А где в глубине леса, таких елок практически не бывает, потому что обычно основная зеленая часть веток обращена в солнечную сторону, это у нас восток, как говорится. А северная сторона уже там не такая густая и не такая пышная, поэтому надо искать в открытой местности. Случаи незаконных рубок предусмотрены, допустим, за нарушение, допустим, лесного законодательства, штрафы для физлиста это от 3 до 5 тысяч, на должностных лист от 20 до 50 тысяч рублей штрафов, и на юрлист от 200 до 300 тысяч. В случае незаконных рубок, допустим, новогодних вилок, больше суммы ущерба более 5 тысяч, тогда уже возбуждается уголовное дело, это статья 260 УК РФ. Там уже предусмотрено, даже вплоть до лишения свободы, до 6 лет. И, соответственно, штраф отдельно, а кроме штрафа еще размер ущерба по таксам, которые установлены, постановлены правительства РФ, будет 50-кратно увеличиваться в два раза. Стоимость ущерба и добавляется. Поэтому существенно это. Считаю, что этим делом не стоит заниматься зря. Из-за одной вилки там уже за сотни тысяч выходит. Надо, чтобы оплатить ущерб. В какой части света появилась первая в мире баня, сегодня сказать сложно. В Древнем Египте, Греции и Риме люди получали особое удовольствие от посещения так называемых терм, где было принято не только мыться, но и назначать встречи, отдыхать душой и телом. Теперь провести время с пользой для всего организма можно и в Янауле. Буквально на днях в нашем городе свои двери распахнул оздоровительный комплекс «Империя». Подробности далее в сюжете. Самое теплое место зимой – это бесспорно парная. Здесь можно получить не только массу позитивных эмоций, а еще и зарядить организм здоровьем и бодростью. Посещение финской бани можно сделать отличной семейной традицией. Помните, как в том фильме «Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню» В преддверии нового 2021 года открытие оздоровительного комплекса «Империя» в Янауле стало отличным подарком как для жителей района, так и для его гостей. Идея открытия данного комплекса появилась давно. Сегодня мы рады сообщить, что готовы принимать гостей. В нашем гостевом доме имеются четыре зала. Хамам, бассейн, сауны, джакузи, зоны отдыха. Здесь можно отметить дни рождения, провести вечера в кругу друзей и семьи. Так в чем же главное отличие между русской парной и финской сауной? Прежде всего в температуре воздуха и влажности. Сухой воздух позволяет поднять температуру в сауне до 100-120 градусов. Благодаря небольшому проценту влажности жар переносится легко. Ну а после можно понежиться и поплавать в просторном бассейне с водопадом и гидромассажем. Первые посетители «Империи» уже успели оценить простор и сервис комплекса. Мы пришли первый раз. Очень понравилась сауна, бассейн. Бассейн, вообще цивилизация добралась и до Янаула. Теперь можем спокойно отдыхать с семьей, с друзьями, расслабляться. Для нас «Империя» это вообще очень круто, кстати. Спасибо большое. Благодарим. Отдохнули просто от души. Очень крутые впечатления остались. Будем посещать. Приходите частенько. Очень все понравилось. Спасибо за приглашение. Да, у нас. Спасибо, скажи. Спасибо. Идеальное место для тех, кому не нравится жаркая баня, это, конечно, турецкий хамам. Температура здесь колеблется от 35 до 50 градусов. Греясь на теплом мраморном лежаке, можно разглядывать цветные мозаики, как в маленьком турецком дворце. Нежное и приятное тепло в сочетании с мягким паром и ароматерапией доставит организму незабываемое удовольствие. Приятные ощущения подарит большая ванна-джакузи. Одновременное воздействие сильного напора и расслабляющего тепла воды тонизирует ткани и мышцы, активизирует кровообращение, ускоряет обмен веществ и укрепляет иммунитет. Шикарное состояние. Приятная вода, тепло. Все атмосферы, такая расслабляющая. Как раз после рабочего дня, самое доброе. В каждом из четырех просторных залов есть своя сауна, душевая, джакузи и место отдыха с современной аудио- и видеосистемой. День рождения, встречи с друзьями и коллегами, семейные посиделки в оздоровительном комплексе «Империя» запомнятся надолго. Уютный зал с мягкой зоной и комнатой отдыха, танцпол со светомузыкой и караоке. Для дорогих гостей есть уютная мангальная зона. Подарить себе и своим близким незабываемый вечер в империи очень легко. Достаточно забронировать свою дату и время по телефону 8 937 78 78 68 5. Мы работаем круглосуточно. Наш адрес – улица Объездная, здание 7, корпус 21. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Берегите себя, оставайтесь с нами. 4 декабря ожидается пасмурная погода без осадков. Ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 773 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 12, минус 14, днем минус 8, минус 10 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 16, минус 21, при натекании облачности до минус 11, днем минус 9, минус 14 градусов. 3 декабря. День неизвестного солдата. В этот день в 1966 году прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и захоронен у Кремлевской стены. 8 мая 1967 года открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила неизвестного солдата». Справа от мемориала поставлены в ряд урны со священной землей городов-героев. Как не пустить коронавирус на ваше рабочее место? Не касайтесь руками дверных ручек, перил и кнопок в лифте. Старайтесь не ездить в полном лифте. Помойте руки сразу, как пришли на работу. И делайте это как можно чаще в течение дня. Откажитесь от рукопожатий, хотя бы на время. Соблюдайте дистанцию. Держите рабочее место в чистоте. Дезинфицируйте предметы, к которым прикасаетесь. Проветривайте помещение. Не ходите обедать группой. Надевайте маску каждый раз, когда покидаете рабочее место во время перерыва. Проводите рабочее совещание удаленно. Договоритесь с коллегами работать в разные смены. Работайте удаленно, если есть возможность. Останьтесь дома, если плохо себя чувствуете. Будьте здоровы! Неисправная электропроводка. Одна из основных причин пожара Неправильная эксплуатация печей Одна из основных причин пожара Давай, шеф. На рейсе 10-137 в самолёте заложена бомба. По техническим причинам просим всех покинуть самолёт через переднюю дверь. Продвигай там телефон. У меня самолёт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова